Бедные дети! Какое ж детство пропиарил Запад нашему подрастающему поколению? Такое одискотечное, опопсевшее поколение. Ночная жизнь, по ночным клубам. Ведь это известно, кто ходит по ночным клубам, тот болеет, до того иммунитет падает. Я не говорю, что дискотеке плохо, да танцевать замечательно. Но когда кажется, что в казино люди идут, только в казино идут с хорошим настроением. Потому что в казино выигрывает только хозяин казино. От пропиаренных низкочастотных ритмов, а это же специально сделано, молекулы воды из формы снежинок принимают форму подагрического сустава. Мы состоим на 80% из воды, то есть у нас подагра души. Извильный мозг превратились в трещины, в щели, рабы. Правильно написал в контрольной работе по анатомии кто-то из наших сегодняшних подростков. Голова – это часть тела с ушами. Я недавно был в Диснейленде во французском. Идет парад персонажей мультяшек диснеевских. Красотень такая вечером, во тьме, с огнями. Музыка веселая. И стоит рядышком пара, там очень много русских, из Сызрани. Женщина лет сорока и девочка лет десяти. И она такая вот мама, такая восторженная. Она говорит, смотри, дочка, красота какая. Она говорит, гей-парад веселее. Бедные наши детишки. У них родничок не затянулся. Им туда сыпется это все. Они же восприимчивы. Мои знакомые отослали свою девочку, дочку маленькую, в ясли. Один день она там пробыла. И они навсегда забрали ее домой. Потому что она вернулась из ясли. Играла на ночь с куклой, дочкой. И говорит кукле, цыц, шняга, а то рот зашью. Почему наши родители и дети не берут пример с востока, на востоке? Дети помогают родителям. Ночью спят. Они слушаются родителей. На востоке не стесняются молодые люди своих народных песен. Ходить в народных костюмах. Я на одной из дискотек в Хабаровске прикололся. Меня туда позвали мои знакомые. Ну, мне надоело это слушать. Бум-бум, бум-бум. Ну, невозможно. Чакры слепаются все. И я пошел к диджею, а я же для него авторитет. И говорю, слушай, давай приколимся. Давайте. А ему самому надоело это все уже. У него самого мозг треснул. И я ему говорю, давай, у тебя бар. Барыня есть. Давай заведем бар. Он говорит, есть суперобработка современного ансамбля. Он поставил барыню. Никто не ожидал, что произойдет. Зажгли так. Диджей в пляс спустился. Хозяева прибежали откуда-то сверху. Главный акционер стал из себя медведя изображать, которого плющит от экстази. Молодежь не знает, что народная русская музыка заводит, сильнее зажигает, чем западная. Я в этот вечер молодые, а дискочечные люди из чувства патриотизма даже марихуану стали называть Иванда Марья. Потом я еще Стеньку Разина включил. Диджея попросил. В современной обработке. Ну вообще зажгли так. Один там кореш представил себя Стенькой Разиной и бабу выбросил в окошко свое. Самая популярная мелодия в мире не иностранная, а русская калинка. Но это никто не знает. Скажите, кем станет наш молодой человек, который с детства ест попкорн, читает романы типа «Выстрел в гробу», смотрит вот эти спектакли. В Москве есть спектакль. Чтобы произнести название этого спектакля, я должен несколько раз попросить вашего извинения. Но это документально. По сказке «Голый король» ремейк называется, простите, «Сосущий вместе». Это название спектакля. Кем вырастет молодой человек, на которого это все свалится? Плюс еще, он попсу нашу слушает, то есть опопсел совсем. Со словами, вот слышу недавно песня поется, слова. Это ж всерьез поется. Если б ты знала, как я хочу тебя, думал один парень на уроке про себя. Вот такая песня. У молодежи один плюс, они не слышат этого ничего. Их колбасит и все. А это уровень грамотности. Как вам? Девочка едет в столицу, песня. Девочка едет в столицу, девочка едет жениться. Вообще, будь моя воля, я бы вот такой роман моего отца, писателя Николая Задорного, как амур-батюшка, честно говоря, преподавал бы в средних школах детям. Чтобы они чувствовали, какой есть природный, я бы сказал, родниковый русский язык, совершенно не замусоренный сленгом или современными мусорными иностранными словами. Там один солист молодой из тамошней фабрики «Звезд». О них же ремейк с России все. О, спел шедевр. «Подумаешь, ты не любишь меня, а ли я сам не можу?» Очень простой вопрос. Почему все родное считается отстоем? Да потому что к этому нас приучил западный пиар. Это гипноз пиара. Я понимаю, молодому человеку хочется быть оригинальным. Не как все. В результате все наоборот. Пирсинг у всех. Кто-то один сделал пирсинг аденоидов. Все запирсинговали. Кто-то афрокосички на усах у всех. А одежда. Это ж как надо было загипнотизировать молодежь, чтобы во всем мире стали модными джинсы с ширинкой под коленкой. Он идет, у него вот это висит, вот это вот все. И он думает, что он красавец в этот момент. А у него картошку можно насыпать сюда. Ощущение, что он до туалета не добежал. Но раз так на Западе, значит так надо. Бедные. Вообще, вот сегодня дизайнеры шьют одежду. Мое мнение. Разводил его полное, я вам должен сказать. Фере, Гуччи. Все это мы носили в советское время в ПТУ. Шесть рублей пятьдесят копеек форма стоила. И шов такого же качества был точняк. Я же в Милане бываю. Самый модный город в мире, куда ездят все звезды одеваться. Значит, я должен ездить туда. Я же тоже звезда. Но я хоть прикалываюсь. Я зашел в бутик Фере. Бутик это будка по-русски. Вот такая будка Фере на будке написана. Я туда зашел, надел на себя для прикола последний прикид Фере. Смотрю на себя в зеркало. Мастер-наладчик фрезерных станков. Дизеле строительного завода. Только карандаша за ухом не хватает вот здесь. А продавщица наша. Во всех самых дорогих будках мира дизайнеровских. Наши продавщицы. Почему? Да потому что разводить можно так наших пацанов и их, значит, половинок, как в мире никто не разводится. А наши ведь ни на одном языке не говорят. И поэтому надо, конечно, брать наших, кто по-русски говорит, как две наши тетки покупают в ювелирном магазине в Эмиратах бриллиант голубой большой. И говорят продавцу на английском. Они думают, что они на английском говорят. Про бриллиант голубой. И ты с цветной оркрашеный. У тебя действительно глаза, как будто в сачок птеродактиль попал. А они думают, тихо сказали. И ты с цветной! И ты с цветной!